добрый день дорогие друзья другие подруги здрасте брить его брить его брить его это наше с вами ближайшее будущее первым пойдет кристофер брэдли к ру канадский гражданин который нам любезно предоставил валерий багли и город новосибирь следующем пойдет меньши 3000 которые очень непросто сейчас достать а нам его любезно предоставил александр тернацкий город москва ну и третьим после всех этих красавцев о моем понимании так я бы его и первым запустил это rex ambassador и такие нержавеющий красавчик который нам любезно предоставил станислав николаевич ну прям ребята красотуля но наберемся терпения и чуть-чуть подождем и так кристофер брэдли коры станок от канадского артизана выполнен из латуни имеющий покрытие дабы он раньше времени патиной не покрывался и сегодня официально имеет семь плит здесь представлено только пять потому что последние две они появились не так уж давно и когда валерий приобретал этот станок он ему обошелся что-то там порядка 230 что ли канадских туриков или и американских так вот когда валерий убрал он все новые вещи он берет практически в полной комплектации это было и от это это была история из тайм лес то же самое случилось из коррю на сегодняшний день компания официально предлагает 7 голов самая маленькая самая мягкая из них это а с 047 гапом а самая мощная это f123 миллиметра гапа здесь же все от а а до д я уже взял на себя маленькую смелость воткнул здесь д об этом чуточку расскажу позже но сейчас давайте его подробно рассматривать посмотрите какой красавец давайте вначале параметрические прогоним вес танка 98 грамм почему 98 ну ладно 98 то 98 вес ручки отдельно 62 глава отдельно 36 станок 3 составной качество изготовления ребята супер-пупер поразительное потому что вот каждый раз когда я беру это станок руки тихонечко балдевая испытываю примерно тот же самый трепет когда я подхожу каким-то старинным вещам выполненным из бронзы из латуни там из каких-то вот таких вот материалов которые знаете вот ты смотришь на них берешь в руки понимаю что да это дело люди которые умели делать это делали с душой делали люди и делали для людей посмотрите какая это просто песня одна накатка вот это это отдельная поэма потому что здесь соблюдено чувство меры здесь полностью достаточная накатка чтобы понимали что у вас будет вцепление руки при любых обстоятельствах и в то же самое время это накатка вам не режет пальцы она сама по себе такая знаете какая-то вот как шкура змеи ты увидишь ты визуально фиксируешь но в то же самое время она тебе не дает какой-то тревоги для твоих подушечек не колет не щипет не тыкает они не пальцы никак вы знаете как его укалывание нет такого очень приятно в то же самое время вот этот носок и не удивить это практически на каждом станке ну как он смотрится в бронзе это просто феерично резьба резьба это отдельная поэма который стоит поговорить потому что каждый раз когда вы его скручиваете раскручиваете это то же самое что вот с маслом работаете да вот у вас была какая-то резьба которая хреново хреново шла а потом взяли ли вы дышечки или маслица и как она у вас пошла пошла вы испытываете облегчение так вот ребята здесь не надо ничего копать здесь каждый раз когда ты закручиваешь она идет вот с таким вот ощущением как по маслу обалденная хорошая штука нижняя плита на каждый из плит будет обязательно указана и агрессивности снизу и сверху вот эти вот мелкие читайте сами а тут вижу только мэдэн кэнадо а дальше чего не вижу нифига но скорее всего вы первые прочитаете посмотрите как внутри все сделано красиво а здесь как посмотрите агрессивность также указаны стоки для отвода пены вы сами все видите верхняя плита нижняя часть нет закруглений как на пулях жилета но тем не менее функционально с этой стороны вот я специально взял плиту д просто хочу посмотреть на что он способен по максимуму плита д это у нас получается 098 год поэтому я взял сегодня лезвие пол сильвер так как отношусь к этому лезвию как золотой середине и для меня это то же самое что жилет за тот же самый синий жилет вот я к нему вот так вот как тот отношусь то же самое что как вот ну персона израильская но нет это уже знаете там уже с характером пошло а это вот как золотая серединочка все-таки наверно я бы сюда еще пожалуй спутник но еще добавил потому что вот я к спутнику тоже в последнее время так стал относиться но сегодня будет пол сильвер либо так ладно давайте по-серьезному вылет лезвия ну пока все в порядке со станком разобрались и на пузырных у нас сегодня будет мусс горел любезно предоставлена опасная бритва рф каждый раз когда мне говорят право за красная я сразу же понимаю чем речь и то же самое если говорят мусс горел я точно также понимаю о чем речь потому что мне очень нравится эта компания очень нравится их продукция по соотношению цена-качество мне кажется она примерно то же самое что и прораза то есть вот ребята держатся в одной нише и никуда они не дергаются они там сидят и делают свою работу потихонечку контроль первого вскрытия прокол чтобы все это дело сделать вот сегодня эта красотулина и будет кстати побочный вопрос пока далеко от станка не ушли у нас есть нержавеющая подставка от опасной бритвы рф и конечно же первым делом проверивают станок входит ребята я сразу же полюбил станок еще больше вопрос подставка нержавеющая с каким-то покрытием бронзовой латунь с каким-то покрытием вот если их поженить и вот так оставлять на постоянке кто у нас гальваники вот во всех этих вот реакциях микроэлементах разбирается кто в металле сечет хлопцы скажите вот здесь может быть какая-то такая неблагоприятная лично для меня реакция вот допустим я взял вот так вот и оставил на несколько дней вот он вытаскивает тут всем хом поросло и какие-то нам плесень или еще что-то или наоборот патина вот так по колено ну вы понимаете о чем я то есть вот это вот можно вот так вот сопрягать или не можно или для этого станка к примеру нужно отдельную какую-то подставку заводить потому что вот этот вариант не будет работать вот об этом хотел спросить хлопцы кто знает просветите пожалуйста мазок у нас сегодня будет из металлической серии от компании яйки не смог вот и оказать себе сегодня удовольствие один из них не выдернуть потому что но металл я всегда к нему какую-то слабость питала тут целых несколько ну как же я понимаю что до них еще очередь но тем не менее посмотрите как это сделано параметрические данные диаметры помазка 26 миллиметров на выходе значит здесь где-то скорее всего будет написано 24 хотя здесь нифига ничего и написано кроме яки брач professional синтетика интересно подобрана 55 на длину ручки 52 то есть практически квадратный подобрана в том смотрится посмотрите как интересно прям как будто дизайнер поработал здесь у нас мягенько набивка тоже пока нравится как будет в работе посмотрим то что не будет соплей то я уже знаю а насколько будет удобно или приятно это только покажет работа сама форма ручки очень понравилось потому что сильно напоминает то что было недавно совсем и закрыл она уже металлическом обличье и форма несколько и на это та самая паровозная сцепка которая мне каждый раз позволяет работать приятнее напрягать пальцы и от этого просто получаю кроме удовольствия больше ничего вот интересная такая штука ну и так вишенка на торт вес помазка 99 грамм то есть это но это приятное во всех отношениях изделия если она еще и работать будет так это будет вообще вы шаг ну скоро узнаем автошриф все вы недавно видели распаковку где от ярослава была куча ништяков и очень и очень хочется запустить вот эту легенду 47 11 но взял жал отвел себя в сторону потому что кто первый стал того и тапки совсем не но еще перед ярославом федор березнев беларусь присланом вот это вот красавица у тэна мир манс япония бельт вадим ты возьми говорит и сравни запахи потому что говорит созвучие определенная есть мне это заинтриговала я сравнил да хлопцы на самом деле какое-то созвучие есть вот насколько это сильно сегодня вы знаем потому что сегодня будем бриться именно вот с этим автошейвом ну и конечно запущу сегодня скатал по фамилии сквадра кто-то скажет у тебя крем зачем те скатал ну а ребята все таки видите ждал ждал тем более вот первый из них пошел несколько травмированный на поле выпустили ну а тут здорово все нормально все хорошо чё же не выпустить-то скатала знаменитой уже в моих глазах в белорусской фирме сквадра почему знаменитой потому что ребята стильные выпускает стильную продукцию и как оказалось еще и качественную скатал понравился чем по предыдущему обзору скажу так его пустой вес не напрягает понятно что это все продумано и в руке держать его чистовски приятно но он тут же станет непросто его держать руки как только его заполните потому что суда входят ой-ой-ой как много наберете поставите на тряпочку и вот там то все это и нужно сбивать плюс ко всему внутренний объем позволяет вам бить тот объем который вам будет необходим плюс вы ничего не потерять потому что стенки толстые у вас до самого конца будет теплая пена теплый помазок и ничего не успеет убежать потому что как она только начнет утекать его хлоп обратно стенки широкий но плюс ко всему здесь еще реализована возможность прятать что-нибудь вкусненькое вы спокойно можете вплоть до 26 помазка пристроить сюда он будет точно так же накрываться нагреваться это перед бритьем и вам не придется искать лишний раз теплую воду воду потому что вы можете сделать это прямо здесь все в этом скат ли хорошо замечательно но сам для себя я нашел одно единственное не минус скажем так замечание потому что когда я беру скату вот вот так вот мне удобнее всего держать вот в этом месте видите вот чуть-чуть палец то и поджимает почему что я сам для себя это объясняю тем что ручка сделана в угоду дизайну она здесь продолжает прямую линию здесь вот чуть-чуть бы доработать вот это вот место чтобы каждый раз когда вот так вот в распорку берете у вас не упиралась сильно а если вернее упиралась бы более плоским местом они вот полукружим которые здесь есть хотя она несомненно здесь есть но я бы все таки его чуть-чуть доработал под эргономику и это было бы тогда вообще просто песня хотя это по большей части на все таки придирки потому что можно держать и как-то по-другому но в любом случае вот эту ручку самой удобной я бы точно не назвал и тут есть над чем поработать а так могу только рекомендовать потому что ребята заслужили рекомендации не только своим скатлом но и упаковкой помните когда я первый раз посмотрел на эту коробку блин что-то парни перепутали буржуи прислали вот ребята сказал приходит такой коробки в экспортном варианте посмотрите как это все шикарно выглядит я думаю это буржуи а это нет это не буржуи это наши братья славяне посмотрите как все делают супер-пупер молодцы мне понравилось очень все пошли лица совершенно случайно сбежала красаводка совершенно кстати посмотрите как хорошо при контроле первого вскрытия вышло немного пены крема я щас это дублем снимаю не хорошо еще побриться не успел потому что новая прищепка которая я думал что она мне заменит все видео она возьми ты а телефон в воду вот кто-то скажет зачем тебе еще чашу тебя и так еще да это просто второй раз крем нанес но все равно чаши сегодня не отмажемся потому что квадро и так помазок на металлической ручки уже подготовленный и кстати даже если вы уроните воду что у меня сегодня все воды в воду падает первым был телефон второй помазок то будет следующий вот так наверно сантиметр достаточно водички я уже налил это потому что в руки потому что вибрирует ну вот а если поставить очень даже нормально парк левого топок левого видите приду минута взбивания привод чему это именно помазок именно для этой чаши по размерам он как родной так закрою крем я думаю нам больше всего понадобится специально не стал вытирать ручку проверить будет скользить не будет нормально мазок хороший хребет да есть нет у него не выделяет равномерно распределяет его во время работы нету мешочка но в данном случае он и не нужен потому что он без него хорошо отправляется колкости никакой совершенно упругость для массажа да есть массаж по пятибалльной шкале наверно два с половиной на три и она говорит сама за себя кристофер для тогда посмотрим я чем я Ребята, все скажу в конце, но пока я в шоке. Реально в шоке, охренеть как он в шоке. Таким станком я еще не брился ни разу. Офигеть. Это не простой станок, ребята, это станок большой буквы. Сегодня шикарное бритье. Запах мыльно-пузырный. Нет оттенков барбаршапа, нет. У меня оттенков прачечной тоже нет. Вы знаете, вот просто запах мыла, мыльный. Шарик нет, не делает, но подушечку организовать может. Вполне себе, вот смотрите. Так, из катла мы ничего еще не брали. И каждый раз, когда я вытаскиваю оттуда помазок, у меня теплая пена, теплый помазок. Это приятно, реально. Так, ну-кася, ну-кася. Так, ну-ка. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Не знаю, слышали ли вы этот звук или нет, но для меня это была не палка по забору, это симфония. Кантата Рахманинова. Я не знаю, что такого вещь, я вот так нахлопывал, а бах на заднем сиденье. Ух, огонь! Так, ну, на лице остаточный эффект есть. По скольжению я бы не сказал, что это напоминает, но что-то там такое может быть чуть-чуть. Поэтому все равно я еще нанесу пену и чаши не брал по-прежнему. Все с помазка, с него родимого. Шалум. Почему-то вот в голову приходит вот этот шалум, шалум. Так, муж, а так, а так, он все. Ох, мать, че-то. Я говорю, шалум, он все, ох, его воздал. Ну что ж, давай последний проход. Так, дайте-ка я. Чуть-чуть теряется, но не критично. Да, могу бриться так. Ну, конечно же, некий дискомфорт есть, но такого, что станок, как кусок мыла, когда он выскочил, точно нет. Наконец-то. Проверяем. Время. 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 Продолжение следует... 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 там атыны, светланки, там берешь, по-моему, голову намылил или еще что-то, там стояк такой пены бодрый, там пальцем не проткнешь, здесь нет такой густой пены, но тем не менее, голову вполне себе морет, и нужно учитывать, что это шампунь полностью на натуральных компонентах, по запаху кремовый, но без флощавости, не уходит в какие-то такие притерные тона, а вот именно та пироженка, которая вам вкусна и нравится, что-то вот здесь такое есть, хотя здесь упомянуты одни травы, откуда здесь вот лично для меня такой запах, я не пойму, по качеству, ребят, ну он справляется со своей задачей, медаль шампуня Советского Союза, во все пузо, ну может быть и можно дать, но я пока не знаю за что, он просто делает свою работу, делает хорошо, если мужской характер клеона не обманули, это на самом деле натуральные компоненты, то да, тем людям, которые чураются химией, конечно же можно посоветовать, он работает, он моет, ну моется, вот так вот как-то, но пока нравится, пока нравится, пока больше нравятся две вещи, запах и один пшик, пымс, и все, башка чистая, то есть не забиваешь голову, а, пробовал еще полностью весь, там нужно где-то 4 пшика, чтобы самому помыться, понимаю, шампунем какой-то дурак, весь моется, ну что-то я вот такой дурак, что иногда и шампунем могу помыться, ну что, и там мыло, и там мыло, ну вот, как-то так, крем, опасная бритва ИРФ предоставила, спасибо, напомнила молодость, я одно время тоже по этой штуке, как-то убивал, собрал, ребята, это крепкий середнячок, и это два корифана с одной площадки с прораза, но, в отличие от прораза, здесь тем людям, которые не любят, такие какие-то, знаете, вычурных запахов, которые любят что-то спокойное, здесь мыльный запах, запах хорошего мыла, тут вы, не какой-то там, знаете, даф или еще что-то там с какими-то парфюмерными отдушками, нет, просто запах мыла, вот, вот такой вот он и есть, а со всеми остальными делами он справляется точно так же, как и остальные крема этой категории, и, в принципе, если возьмете, во-первых, вам его надолго хватит, во-вторых, ну ладно, я вот с чашами должен возиться, то все, а если вы торопитесь, вы можете сразу на лицо, и все, у вас нормально, все хорошо, хороший, годный продукт по соотношению цена-качество, да, я думаю, он стоит со всеми остальными кремами, и от ли, от прораза, то есть они стоят не дорого, а работу свою выполняют хорошо, то есть, вот, кто не любит с мылами заморачиваться, любит крема, вот, ребята, вполне себе годный вариант для рассмотрения, хорошая штука, автошир, дядя Федор, спасибо, сохнет примерно точно так же, как и Инин, Инина эмульсия высохла полностью, где-то через 30-40 минут, до этого я ее ощущал, как и ощущаю эту, по запаху огонь, но удивил, буквально через минуту, после того, как я его нанес, запах пропал вообще, то есть, или у меня нюхалку отбило, нюх отбило, или он сам по себе такой, но если он сам по себе такой, тогда это супер нитивная зона, и, с одной стороны, грусть печаль, тоска, запах-то хороший, вообще обалденный, а с другой стороны, а что, печалится-то, взял уже свой парфюм на мед, да иди себе в путь, дорогой товарищ, потому что тебе мешаю, хорошая, интересная штука, буду пробовать еще, вот еще меньше липкость стала. Леди Эппл Тиллер, не разочаровали, прям, вообще, отлично, как вот я относился к ним, как к среднему, к таким крепкому середнячку, не таким, не таким, а вот в серединке, вот он стоит, он в меру острый, он в меру предсказуемый, в меру долговечный, и в меру бархатный в брите, вот он сегодня, собственно, все-таки показал. Помазок. Ребят, я не пойму, что тут сыграло, но к этому помазку я сейчас отношусь, как к одной из лучших синтетик, которая была за последние месяцы от Яки. То ли это ручка, так как-то, то это балансировка станка, то есть 52-55, 52 высота, 55 длина узла, при таком диаметре, как-то они, может быть, так сказались, я не пойму, в чем дело, но, понимаете, его приятно в руку брать, им приятно работать, им приятно какие-то движения на лице делать, потому что он может все, он может кисточкой, может раскорякать, может объем создать, может все, и при всем при том, 100 грамм вес мой любимый, блин, ну он классный, реально классный, это вот лучшая синтетика, которую я пробовал за последнее время от Яков, вот так вот я сейчас к нему отношусь, то есть вот спросите чего-нибудь, 5, вот еще спросите, 5-5-5-5-5-5-5, то есть вот он мне так нравится, да, понятно, что это не титан от мужского материка, здесь, скорее всего, какой-то другой металл, какой, не знаю, но, ребят, вот на крупном плане я не показывал, но, тем не менее, нужно понимать, что, скорее всего, это лимитировано, и это лимитировано, это все-таки разные металлы, и относиться к ним можно по-разному, и нужно по-разному, здесь-то все-таки такая тяжесть, это не 100 грамм, здесь поболее будет, ну и там без покрытия, там просто внешняя обработка, здесь покрытие плюс монограмма, лазерная гравировка или порошковое, что-то в нанесении, то есть, ну, я считаю, что это очень годный кандидат для рассмотрения, допустим, вы или вообще еще не имеете синтетику, думаете за нее, или вы хотите себе вторую достойно присмотреть, если вдруг остановите свой выбор на этом помазке, на лице он вам поможет, в чашу он вам поможет, потому что не будет обременять своими размерами, у него тут все компактно, при условии, конечно, если у вас чаша, а не стакан, в стакан он вам не поможет залезть, потому что у него ручка короткая, ну, как вы туда полезете, это вам нужно какой-то уже инструмент такой, ну, что-то посерьезнее, ну, очень понравился, очень-очень-очень, прям, яком спасибо, там еще полгрузовика помазков с металлическими ручками, что с ними будет, я не знаю, но этот очень понравился, очень, мне вот даже вот интересно стало, а возьми сейчас вот этот узел, перепакуй на пластик и дай мне его, вот, чтобы я тогда сказал, неужели так вот ручка сказывается, вот, что-то не пойму, ну, пока я офигел от этого изделия, однозначно офигел, яком спасибо за это изделие, я считаю, что это не проходной вариант, это хорошая штука, реально хорошая, ну, и корю, Кристофер Брэдли, прежде чем взять его в руки, прежде чем написать обзор и прочел много обзоров, как наших, так и зарубежных, наши все в основном гнездятся, роятся на Майшеве, там из всех, которые я читал, наиболее взвешенные, наиболее такие трезвомыслящие, что ли, ну, то есть люди, наверное, все-таки с холодной головой писали, самые восторженные, с эпитетами, там, вплоть до того, что «А, я передам внукам, его вырвут только из моей охладевшей руки, там, да-да-да-да-да-дам, звук дают», такое, но это было на забугорных, там, да, я говорю, как деньга, хорошо, так, сейчас, пашишок в карман, вы знаете, наверное, вот благодаря тому, что я все эти комменты прочел, я уже был как-то вот определенно готов к чему-то, и все-таки был не готов, я подофигел, я готов согласиться с одним буржулинским товарищем, который написал, что это простота станка, как сходная роквелл, то есть по безопасности и комфорту, то есть я вот вспоминаю сейчас свои первые ощущения от роквелла, когда я взял и просто офигел, как прост и он элегантен и удобен в работе, как прост, элегантен и удобен он в работе, я сейчас те же самые слова могу сказать про этот станок, но плюс ко всему, я об этом станке могу сказать то, чего не могу сказать о роквелле, здесь есть какая-то, ну я не знаю, магия, не магия, какой-то магнетизм, я его воспринимаю как старинную вещь от хорошего мастера, понимаете, вот его вес, его балансировка, его внешний вид, и тактильные восприятия, вот просто визуальные восприятия, как я его вижу, вот понимаете, они как-то срастаются со мной, они находят у меня внутри какой-то отклик, если бы он не брил при этом, то да, у меня было бы, конечно же, к сожалению, красивый такой, ну а толку-то с тебя красиво, а нет, ну показал ты офигительную работу, сейчас самая агрессивная плита, которая есть в наборе Валерия, 098, плита D, я, честно сказать, специально им поставил, с умыслом, хотел посмотреть, что он может на максимум, во-первых, во-вторых, мне было интересно, насколько он вообще близко-то может к 41-й голове подобраться, нет, ребята, плита D это не 41-я голова, понятно, что это однозначно выше, чем 89-я, но не 41-я, нет, совсем нет, так, 41, ну не знаю, посерединке, ближе к 41-й, или к мювле, 89, не знаю, не знаю, пока не готов сказать, но то, что он однозначно агрессивнее, 89-й, это точно, плюс ко всему, он, он очень понятен, прогнозируем, эффективен, удобен, мил, наконец, в работе, вы понимаете, и вот, когда брею, я слышу ту музыку, которую он поет, и у меня, волосы, дыбом, он так поднимается, просто мне нравится то, как он говорит, вполне может быть, что это Пол Сильвер так сыграл, что он в другом лезвии, он пел бы по-другому, может быть, спорить не буду, но тем не менее, как он пел, зараза, он пел, реально пел, я первый раз такой поющий станок вижу, у меня до этого не было, я знаю, что они есть, у меня не было таких станков, а этот пел, а этот пел, и мне нравилась эта песня, просто нравилась, я, честно сказать, да, я был бы рад, если бы у меня в наборе был такой станок, вот, чтобы я его всегда мог вытащить, всегда показать парням, всегда сказать, и я просто удивлен, почему продает его Валерий, с одной стороны, я его понимаю, потому что это человек, который вот, все дорогие есть, которые, вот эти вот, АТТ, Айконы, там, Таймлесс, бла-бла-бла, вот кофе бы, что, вот есть что-нибудь дорогое, блин, попадешь, попадешь, Валерий все это поперепробовал, если он решил его продать, значит, он уже остановил свой выбор на чем-то, и что-то ему более в душе, тем более, что, насколько я знаю, он сейчас свою коллекцию старается минимизировать, и то есть, вот, все лишнее поубирать, а просто оставить то, что ему по кайфу, вот, на этом фоне, я думаю, что самое сложное, и самое-самое-самое, в этом станке, это, наверное, подобрать плиту, то, что он подойдет многим, и многие от него будут пищать в восторге, я в этом не сомневаюсь, но, для того, чтобы человеку получить от него кайф, нужно понять, какая же плита тебе больше всего подойдет, так, бреет он необычно, бреет он, как-то, уж больно безопасно, несмотря на свой вес, некоторые местами, вот я шел, я чувствовал, что это грейдер, который под своим весом сам сносит, а некоторыми местами он показывал, эээ, братан, ты тут прощелкаешь, я тебе сейчас укушу, то есть, все равно он требовал какой-то техники, требовал какой-то отдачи, какого-то контроля, это не учебная парта, которая, вот, как вот, рокол, что там хоть что делаем, у тебя ничего, то есть, вот, очень понравился в работе, очень понравился внешним видом, но, как подобрать свою плиту, сейчас D зашла, на следующий раз давайте поставим C, что-то еще другое, а новичок, который берет, вот, иди, пойми, какая тебе, а каждая плита не 3 копейки, 30 баксов, пускай и канадских енотов, но, тем не менее, зашли не деньги, что ли, тоже деньги, не каждый может, как вот, допустим, Валерий себе позволит, хлоп, сразу весь набор взять, чтоб не париться, да и все, а многие люди, вынуждены просто как-то так напрягаться, чтобы там одну-две плиты максимум взять, а вот какую, я бы, наверное, этим людям все-таки посоветовал брать от начала, то есть от D и вниз, нацелим, допустим, на две плиты, вот D, C, сомневаешься, C и какая там следующая F, или что там идет, то есть вот так вот, но, не самые-самые, которые, вот эти вот, аа, ну аа, это, вот, стойка, с той стороны, от агрессивной надо брать, аа, мне кажется, там сколько, 0,40, с чем там гап, да это вообще ни о чем, это под здесь дело ладошкой, ну мы это, конечно, можем проверить, еще раз поставим, попробуем, побреемся, но тогда надо как-то, все-таки не четырехдневную щетину, надо какую-то другую брать, потому что там с таким гапом, там ловить нечего, там сантиметра проведут, там сразу все забьет, ну я так думаю, годное, годное, обалденное изделие, мне очень понравилось, Валера, огромное тебе спасибо, за то, что дал возможность самому попробовать и ребятам показать это великолепное изделие, ну а ссылку на страницу Валерия я оставлю, кто захочет с ним вписаться, переговорить, там о своих делах, пожалуйста, без проблем, это уже, вы там сами будете решать, что к чему как, но, я бы не продал, я бы себе оставил, хороший, прям огонь, огонь, ладно, ветер больше, ореха шире, там ничего не треснет, и так он, сколько стонков, я бы не продал, все равно не продал, ладно, дорогие друзья, на этом пора заканчивать, добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бога здоровья, пускай вот всегда, всегда все будет хорошо, ну и до новых встреч, пока-пока, с вами был я Вадим, подписывайтесь на канал, спасибо, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова